всем доброго времени суток с вами ассалтер 47 и это очередной вот уже 23 по счету обзор китайских боли сонгов сегодня мы посмотрим на китайскую копию brs alpha beast вариант от боли плюс итак китайский альфа beast вес 140 грамм размеры сильно превышают средняя длина в сложном состоянии 145 миллиметров рукояти бутербродного типа со спейсерами закрепленными с помощью винтов и вставленных внутрь спейсеров втулок все выполнено из металла металлическая защелка типа тилач не подпружинена и как следствие очень сильно бьется рукояти кроме того китайцам не удалось скопировать важное свойство оригинальной защелки вот таких ситуациях защелка оригинала не бьется рукоять а выстреливает наружу защелка копии как видим лишена такого функционала длина ножа в открытом положении составляет 245 миллиметров клинок типа clip point с прямыми спусками два танк пина у верхнего с одной стороны имеется логотип производителя с другой маркировка стали наименование модели и уникальный для каждого ножа номер такая вот китайская лимитка в кавычках а вот что случилось с верхним танк пином спустя пару нель использования ножа осевые винты под шестигранник явно посажены на фиксатор резьбы так как выкрутить их мне не удалось даже после очень активного использования ножа винты спейсеров настолько малы что шестигранника под них мне найти не удалось тем не менее они сами прекрасно раскручиваются от малейших движений ножом крепление защелки поддержал с немногим дольше а так а также раскрутилась в осевых узлах имеется шайба из цветного металла за три недели использования заработан сильный люфт как вы можете видеть для флиппинга этот нож вполне пригоден практически все элементы идут очень легко несмотря на казалось бы относительно небольшой вес нож очень хорошо набирает скорость во многом благодаря спейсером из проблем можно выделить разве что наши любимые материалы и люфт на этом все 2 5 5 5 а 2 а и в и и а и и и и и и и